Руками не трогать? Такого контакта гости контактного зоопарка не ожидали. Поход зверинец для трехлетней девочки закончился синяками и ранами. Ребенка неожиданно схватила за руку ослица. Родители малышки подняли шумы, выяснили, зубы животное показывает не в первый раз. Но сотрудники зверинца упрямо заявляют, прятать зверя не будут. Мария Новикова выяснила, отчего ослик бывает кусачим и проверила норов на себе. Что случилось? Ну так, а мне пришло так вот, а пришло. Трехлетняя Света теперь точно знает, кусачей бывает не только собака. В контактном зоопарке на девочку напал осел. Животное внезапно схватило зубами кроху за руку, когда она с родителями стояла рядом с вольером. Такого зверства взрослые не ожидали и оттащить ребенка не успели. Дочь была далеке от животных. И этот осел вот как-то так перегнулся через вот эту небольшую ограду. И вообще вот в секунды раз и хапанул. Мы его с мужем, конечно же, отодрали. Света у меня в шоке, вся трясется, как так животное укусило. Ну и все, вечер испорчен. Рука у девочки болит до сих пор. У нее глубокие ссадины и местами содрана кожа. Родители теперь требуют оградить агрессивное животное от посетителей. Ведь, оказалось, от ослиных зубов пострадали и другие дети. О столь тесном контакте мама и папа жалуются на городских форумах. Там появился осел. Он схватил дочку моей подруги за живот и не отпускал, пока не надавали по морде. Результат – гематома и содран эпидермис. Моя подруга услышала разговор за соседним столиком, что ее ребенку укусил осел. У девочки укус на предплечье. Огромная гематома. Не прокусил кожу. Маму он схватил за сумку. И пока отбирали, страусы расхватали еду. Как рассказали зверинцы, кусачья ослица стала от жизни собачьей. Полгода назад от нее отказалась хозяйка, мол, кормить ушастую нечем. С тех пор Ося всех норовит узнать на зубок. Поэтому о ее норове сотрудники гостей предупреждают. Ручками не трогать, в контактном зоопарке с осликом будьте осторожнее. Он может укусить. Ося тут же подтверждает свою репутацию. За 200 рублей, которые заплатили посетители, она оставляет на сумке автограф. След зубов. Ну-ка, тихо-тихо-тихо, нельзя, нельзя. Впрочем, гостям все равно придется смотреть этой непарнокопытной в зубы. По словам работников зоопарка, высокие заграждения они не ставят, чтобы был контакт. Если сделать оградку повыше, то деткам неудобно оформить его. А по-форми детям все равно хочется в любом случае. К тому же, такие перепады настроения случаются не так уж часто. И вдруг мы все равно предупреждаем, но возле ослика висит табличка о том, что она писается. Атака с лица людей любит, уверяют воспитатели. По этому принципу сюда зверей отбирают. Отсапнуть они могут, заигравшись или, например, испугавшись. Чтобы нервы у животных не сдавали, у всех контактных питомцев должна быть комната отдыха. Если у вас вольер, в который посетители заходят, в нем обязательно должны быть такие уголки, где находятся укрытия, домики, где животное может отдохнуть от контакта с людьми. Либо это должен быть вольер, куда посетители зайти не могут, но через какие-то ограждения могут так или иначе животные поконтактировать. Впрочем, укуса осла пострадавшим опасаться не стоит, говорят специалисты. Он хоть и болезненный, но не опасный. Больше вред здоровью могут нанести маленькие питомцы. Опасными для человека могут быть, казалось бы, самые безобидные питомцы, если они не привиты. Так от кролика человек может заразиться паразитами, лишаем и даже бешенством. А морская свинка может быть переносчиком чесотки и даже туберкулеза. Чтобы от ослиных зубов больше никто не пострадал, в контактном зоопарке все же планируют сделать забор у вольера повыше. Кроме того, о дрочливом характере ослицы впредь будут предупреждать и по громкой связи. Мария Новикова, Владислав Колупаев, Антон Лимонов. Новости 41 канала.